Субтитры создавал DimaTorzok Нет, вообще говоря, тут проблема не в цифре и не в получаемых результатах, а в различии способов интерпретации понимания. Вообще говоря, в стране очень много социологических центров, там, по последним данным, что-то около 500 самых разных. Но мы отличаемся, так как это вот задал весь тон и всю программу исследования Левада еще, Юрий Александрович, это соединение академической науки и опросных технологий. Поэтому дело не в том, какие цифры мы получаем, а как мы их интерпретируем. Скепсис или, точнее, прямо скажем, недоверие к социологии, оно возникает не из-за того, что там кто-то подкручивает, мухлюет или прочее, а из неспособности общества понять, что стоит за цифрами. В социологии, вообще говоря, наука более сложная, чем состав или уровень нашего интеллектуального образованного сообщества. В социологии пришло знание, оно как система знания, понимания, анализа, исследования, это из другого общества пришло. Гораздо более сложного, более дифференцированного устройства. И, соответственно, когда люди сталкиваются с этим, то они не понимают, зачем тот или иной вопрос, что он диагностирует. Анкета сама по себе или опрос не является признаком социологии. Вообще говоря, анкет очень много. Вы заполняете анкету при выезде, при получении визы, при поступлении на работу, масса таких случаев. Я это все понимаю, но ведь имеется в виду, когда высказывается скепсис, вот я о конкретных ваших собеседниках говорю, не хочу просто засорять эфир именами, что часто, отвечая на вопросы ваших анкет, люди дают социально одобряемые ответы. В частности, сомнению подвергаются цифры рейтинга Путина. Потому что люди в определенной социальной группе, общаясь между собой, ориентируются именно на свою группу. И им сложно поверить, что существуют какие-то другие группы, где совершенно могут быть полярно противоположные мнения. Вы абсолютно правы. Это действительно кризис восприятия реальности. Это кризис понимания, глубины понимания, а не характера получаемых результатов. Как относиться к этому? У нашего образованного сообщества антропология или представление о человеке – это 18 века. Такой рациональный эгоист, монада такая, который сам по себе в состоянии выработать представление, точки зрения по любым поводам. Совершенно изолировано. Социология же рассматривает, вообще говоря, человека в социальных взаимосвязях. И, соответственно, то, как формируется его представление. Они не возникают спонтанно в ответ на какие-то события у человека. Это всегда коллективные представления. Поэтому социально одобряемые ответы – это точно такой же факт. Я всегда, когда мне задают вопрос, чаще это даже иностранные журналисты, чем наши, я говорю, какая разница. Мне абсолютно все равно, что некий Иван Иванович обсуждает на кухне со своей женой Путина. Он может ругать, он может говорить о его коррумпированности, неадекватности и все такое прочее. Важно, как он ведет себя в публичном пространстве. Потому что мы измеряем, когда получаем данные, это не сумма индивидуальных мнений. Это сила коллективных представлений, принуждающих человека, навязывающих человеку те или иные картины реальности. И в этом смысле смешно думать, что человек в состоянии сам выработать некоторые представления. Он может оценить рост цен, потому что это в кругу его повседневного опыта. Отсюда возникает крайний недоверие к теме госстатистики, которая говорит, что проживочный минимум такой-то. Или цены возросли на 10%. Когда по его субъективному ощущению они поднялись на 50%. Это он может проверить. Но что он может сказать по поводу отношений с Америкой? Совершенно свободная атмосфера, понятная, некоторая живая. Можно было бы повести беседу так, больше говорить о социологии. Я, в общем, думал, что больше о социологии, организации, достоверности и прочее. Меньше обо мне, о самом. Это не от меня зависит. Я в данном случае отвечаю на вопросы. Я готов отвечать на любые вопросы. Поэтому к любым вопросам более-менее готов. Продолжение следует...